Вопрос от Александра. Торвальд, здравствуй. Я для себя принял решение изучать вашу книгу и внедрить полученные знания в свой образ жизни и быть теми изменениями, которые я хочу видеть в мире. Сразу супер похвальная позиция, супер похвальная. Потому что когда человек что-то услышал и говорит, я побежал менять других людей, открывать им глаза, ты-то сам из себя пока ничего не представляешь. С какой стати другие люди должны тебя слушаться. И вот всем все время кажется, что других надо просветить. Ты сам стань крутым. Все такие, нет, нет, я как-нибудь, я услышал, что есть что-то классное, вот теперь все должны меня послушать. Все должны тоже знать, что есть это классное. А ты, когда крутым станешь, когда ты меняться будешь, нужно самому становиться крутым. И вот когда ты становишься крутым, от этого прогресса очень много. Ты сразу вливаешься в компанию, в коллектив правильный, делаешь его круче. И когда каждый делает как ты, каждый делает как я и как ты, все, мы становимся величайшей силой. А когда ты побежал всем рассказывать, и другие побежали всем рассказывать, ну а сам-то, сам ты будешь что-то делать, вот так ничего не работает. И вот Александр берет и пишет, я хочу быть теми изменениями, которые я хочу видеть в мире. Все, как завещал Махатма Ганди. Очень хорошо. Значит, первый вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. И второй вопрос. Опишите, как вы видите этапы становления человека от обычного до действительного члена государства, которое вы создаете. Хорошо. С чего начать. Конечно же, в идеале начинаться все должно с грамотного мышления. В идеале. Когда есть грамотное мышление, все усвоишь, будешь очень эффективен, все будет круто. Но, конечно, это очень трудно. Очень трудно. И бывает, ну, как бы, натренировать это все сложно. Ну, как не бывает, обычно. Обычно. Вот среднему человеку натренировать грамотное мышление все-таки очень сложно и непонятно зачем. Поэтому, поскольку мы не в идеальном мире, у нас нет сразу с детства по умолчанию грамотного мышления. И трудно его добиться. Трудно. Соответственно, нужно зарядиться мотивацией. Чтобы зарядиться мотивацией, нужно, ну, скажем так, конечно, нужно, чтобы вообще понимать научный материализм, нужно понять про биологическую задачу. Тут вариантов два. Один более такой, как бы, надежный, но сложный. Это прочитать несколько раз, хорошо осмыслить, хорошо разобраться вот в третьей главе научного материализма. Но, насколько я помню, там 58, кажется, страниц. 58 страниц – одна глава. То есть, ну, это много информации. То есть, там пока, там начинаешь, там сразу формулы эффективности, от которых там у неподготовленного человека, которому даже математика шестого класса, как бы, абсолютно непривычно, да, и он там x с y не сведет вместе, там простейшую систему уравнений, там, да, просто человека в тупик поставит, да, который синус никогда не объяснит, что это и почему. Вот. А там формулы, ну, они просто в шок повергают человека. Дальше там долгие-долгие там рассуждения, и там надо и про тополиную рощу, которые там сколько-то там тысяч лет, там, то ли 120 тысяч лет этим тополям, да, от одного общего корня, то ли там еще сколько-то. Вот это все читать, там, то есть, ну, это как бы не так все просто, да. Либо второй вариант попроще, но он как бы такой, ну, у посторонних людей не вызывает столько доверия. Это, ну, скажем так, просто поверить мне пока. Просто поверить, сказать, ну, вот, ладно, Торвальд, я ставлю на тебя, да, я пока просто буду верить, что то, что ты говоришь, правда, и вот послушать, что я говорю про биологическую задачу, что всеми живыми существами движет только одна задача. Обеспечить вечное существование, вечную жизнь и положительные трансформации, полезные трансформации своего генетического материала, будь то ДНК, дезокси, рибонуклеиновая кислота, да, либо РНК, рибонуклеиновая кислота, либо даже если откроют что-то еще, то все равно, значит, продлить вечную, вечную жизнь, ну, как бы сам этот генетический материал, он не в том же смысле живой, как весь организм живой, он все-таки там химическое вещество, но, скажем так, вечное безопасное существование и полезные трансформации, а полезные, это значит такие, от которых выстраивается тело, которое больше адаптировано к окружающим условиям, да, вот это вот надо понять, что у всех биологических существ, у всех живых существ только эта задача. Даже вирусы, они не вполне живые, сейчас не будем углубляться в вирусы, но они не вполне живые, но и у них вот этот механизм присутствует, никакой другой не присутствует. Вот, и уже оттуда, как производная, из-за того, что все преследуют эту задачу, оттуда уже появляется размножение, скрещивание, которое позволяет, ну, у меня в книге это описано, если одна какая-то, в школе все проходили гидру, да, которая там вот такая, с такими, маленькое существо, да, такое с такими щупальцами, которое почкованием размножается, на ней вырастает другая гидра и отпочковывается. Если в результате естественных каких-то мутаций, у этой гидры, значит, возникнет генетический признак А, какой-то, ну, назовем его буквой А, полезный, полезный генетический признак А, который способствует выживаемости, а у другой какой-то, генетический признак Б, и вот, если бы у одной гидры было и А, и Б, она бы гораздо лучше выживала, да, то вот есть гидры без этого признака, есть гидры с этими признаками, получается, они получат какое-то преимущество, будут идти годы, 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 они больше будут размножаться, больше выживать, потому что у них эти полезные признаки есть, в итоге они будут доминировать, то есть те будут больше гибнуть, они будут больше размножаться, и в итоге, как бы, они, ну, вытеснят за много лет, они, ну, все-таки, все-таки вот размножатся, все-таки вытеснят других, займут среду обитания, и будут гидры с признаком А, будут гидры с признаком Б, Но размножаются они только почкованием. И вот у той только этот признак, у той только этот признак, чтобы у одной появился признак и А, и Б, это такая случайность должна произойти. Миллионы лет можно ждать. А когда есть скрещивание видов, вот только не спрашивайте меня, пожалуйста, как впервые, когда, каким образом впервые появилось скрещивание видов. Вот это уж чего не знаю, этого не знаю. Извините. Но когда оно появилось, моментально получилось, что если там какая-то мутация А появилась, а там какая-то мутация Б, то вот все со всеми скрещиваются. Кто-то без полезных мутаций там скрестился с А, и у них появилось потомство с мутациями А, кто-то с Б, и у них появилось потомство с мутацией Б. А кто-то вот из группы А, с группой Б скрещивался, и у них появились в том числе дети с полезной мутацией и А, и Б. И они резко оказались более выживаемые, более выживающие, чем все остальные. Резко все заполонили, да. И просто обалдеть, как бы. Вот они ничего не делали. Они только стремились продлить существование в вечности, значит, и положительные трансформации своего генетического материала, да. И оказалось, что как раз-таки при помощи скрещивания отдельных особей, да, вот, которые пополам разделены из-за скрещивания различного генетического материала, как раз-таки, ну вот, вдруг, сразу, единомоментно, да, не миллионы лет надо ждать, чтобы у группы А появился также признак Б. А может, никогда, может, они вымрут раньше, чем появится у них такой признак, да, климат уже поменялся, они вымрут, да. Вот. И группа Б тоже миллионы лет ждала и вымерла уже, другие там, что-то их там заполонили. А тут скрестились, сразу А и Б появилось. И они просто всех вытеснили, понимаете, да. То есть, вот это скрещивание, оно дало, как бы, лучшее обеспечение, лучшее выполнение биологической задачи. И виды, которые скрещиваются, они невероятно просто вперед уходят по своему эволюционному развитию от тех, которые делением и почкованием размножаются. То есть, бактерии-то пытаются там как-то мутировать и нагонять, но за счет того, что у них цикл жизни очень маленький. То есть, мы там размножаемся, грубо говоря, там раз в 20 лет, ну вот поколение раз в 20 лет, а бактерии могут там раз в час, там раз в день делиться, размножаться, да. То есть, у них в тысячи раз быстрее цикл, в тысячи и тысячи раз быстрее цикл. За счет этого они там как-то вот мутируют, там помалу нагоняют нас. И плюс их невероятно больше, просто невероятно больше количественно, поэтому там, когда, ну, у кого-то вот просто на вероятностях, да, вот случилась какая-то мутация, просто, ну, когда их слишком много, одни в таких условиях находятся, другие в таких, третьи в таких, четвертые в таких, пятые в таких. Вот, и из-за этого вот их там какие-то бесконечные триллионы этих бактерий, да, и все в разных условиях, как бы, и из-за этого, ну, более-менее какие-то. Там чуть-чуть такая мутация, там чуть-чуть такая, и которая более приспособлена, они раз лучше приспособились, вытеснили тех. Вот, съели всю их еду, те вымерли, а эти лучше приспособились. Но все равно меняется что-то, эти бактерии загрустили, они не могут быстренько, как бы, ну, не могут быстренько так поменяться. А люди, пожалуйста, то есть возникает ледник какой-то, ну, возникает ледниковый период, и ледник с севера начинает надвигаться. В самый разгар ледникового периода, насколько я помню из одной книги, ледник продвигался на юг со скоростью 4 километра за век, да, 25 лет, как бы, лед на километр. Ну, в принципе, так-то вроде на карте Европы это не быстро, но все-таки, как бы, 25 лет, то есть пожили люди, там, полтора поколения у них там прошло, поколения быстрее были там, да, чем, не 20 лет, были быстрее, вот, ну, полтора поколения прошло, и, ну, километр территории просто льдом толстенным, как бы, да, заполнено, обалденно. Ну, и так-то все в снегу, а там просто вечный такой уже ледник, который тут подтаивает, а там прям слой остается толще такая, спрессованного снега, да, продвигается. Вот, ну, и, получается, люди рождаются, умирают там за 100 лет, получается, ну, там, цикл, да, поколений был там, ну, лет 15, то есть там за век там поколений 7 помещалось, 7 поколений. За 7 поколений рождаются и чуть-чуть такие дети, и чуть-чуть такие, там, более устойчивые к холоду, более устойчивые к жаре, там, всякие разные, вот. И ледник медленно-медленно продвигается. Пока он на 4 километра продвинулся, уже было 7 поколений, которые скрещиваются. У них рождаются разные дети и с такими признаками, и с такими, и с такими. Все, адаптивность очень четкая, очень быстрая. То есть вот этот механизм, он позволил выполнять гораздо лучше биологическую задачу. Что еще? Инстинкт самосохранения, естественно, это как продолжение вот этого изначальной задачи. То есть раз нужна вечная жизнь и полезная трансформация генетического материала, естественно, надо, значит, заботиться о своем сохранении. Это как бы неизбежно вытекает. То есть инстинкт самосохранения, получается, вот это вот размножение скрещиванием, ну оно как бы так как-то где-то получилось, вытеснило в основном почти всех других. И получается у этих особей, у них неизбежно, ну вот инстинкт, что им надо скрещиваться. То есть если этот инстинкт есть, они успешно скрещиваются и размножаются, а у кого этого инстинкта нет, те такие походили и походили, не размножились и вымерли. И поэтому они, даже если где-то из-за мутаций появляются такие, они тут же выпадают из эволюции, они тут же вымирают, а остаются только те, которые очень хотят скрещиваться. Соответственно, этот инстинкт является естественным продолжением биологической задачи. И для всех не очевидно, но смерть, смерть является тоже продолжением биологической задачи. Почему, друзья? Потому что климатические условия меняются, надо к ним эффективно адаптироваться. И нужно вот такое всякое разнообразное потомство с разными генетическими признаками, и оно будет конкурировать между собой. Кто-то вымрут, а кто-то останется. И представьте, если родители родили новых, но сами не умирают. Вот они живут, живут дальше, и еще родили новых, и еще родили новых. Уже как бы с одинаковыми признаками, просто повторяют. Рожают с одинаковыми, с одинаковыми. Это не помогает выживать и меняться продуктивно. То есть те новые дети, из них должны выбраться самые... Ну, неподготовленные умирают, подготовленные выживают. И они должны еще новых вариативных, там всяких родить, с разными пересечениями, там, комбинациями генов, там, с разными тоже мутациями, там, всякое такое. Вот. А получается, ну, рожать, добавлять одинаковых, одинаковых, это только конкурировать зря за одну и ту же еду. То есть вот есть какое-то количество еды, а мы одинаковых плодим, и они просто друг другу, ну, делают меньше еды. Плюс сами родители продолжают есть. Они едят, едят, климат меняется, условия меняются. Эти родители, они уже совсем не подготовлены к этой среде, но они задержались сильно, и они ели еду, мешая своему же потомству эффективно здесь размножиться. То есть когда такое где-то, если и происходило, то оно, ну, как бы вид этот, ну, начинал, как это сказать, ну, приходил в стагнацию. То есть когда живут и прадедушки в большом количестве, и дедушки живут в большом количестве, и отцы родителей живут в большом количестве, и вот такие вот особи живут в большом количестве уже, вот там, вот это поколение, и они рожают еще детей, еще внуков, еще правнуков, и все живут в таком количестве. Все, ну, им еды уже не хватает, они просто друг с другом конкурируют. И пока там новое потомство растет, какое-то новое с полезными новыми признаками, их кормить надо, а тут огромное количество взрослых, если у них инстинкт выживания есть, а получается, ну вот они есть хотят, они хотят выжить, а там детей надо кормить, ну они конкурируют, тем более это там, когда это уже не непосредственно его дети, а это там уже непонятно, чьи какие-то дети. У животных же нет глубокой аналитики, понимания, общественного строительства, абстрактного мышления, этого всего нет. То есть, либо это лично мои дети, я чувствую какой-то инстинкт, либо это уже какие-то дети через семь поколений. Я вот не понимаю, кто это, я знаю, что я хочу кушать. Волк какой-то бегает, как он будет понимать через семь поколений, что это его генетическая линия. Он понимает своих личных детей, и то волчица понимает, а волк там не парится даже. Вот, соответственно, была бы конкуренция, и если такое было, если такое появлялось в течение эволюции, то конкуренция как раз-таки заставляла такие виды вымирать. Поэтому остались такие виды, которые после размножения живут еще, ну, начинают угасать. То есть, они расцветают, как бы вырастают, становятся крепкими, сильными, спариваются. Чуть-чуть еще у них остается силы какой-то, чтобы они поприсматривали за потомством, и начинают чахнуть, начинают угасать. Слабые, все, их там уже съедают, а к этому времени новое поколение окрепло, выросло, и вот они живут. И все, прям совсем укрепились, и опять размножились, еще немного пожили, позаботились о потомстве, которое растет. Вот, потомство подросло, 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 и все, родитель уже, эх, 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 уже все. Дети от него разбегаются кушать еду, у них такой коммуникации уже нет, как у людей, да. Вот, они не берут дома в ипотеку рядом с родительским, да, они вот просто разбегаются искать еду по лесу, да. А родитель уже чахнет, и его какой-то зверь съедает. Вот, то есть, даже смерть, это одно из проявлений биологической задачи. И как размножение скрещиванием вытеснило практически все виды на земле, но не все, есть все-таки виды, которые размножаются, вот, как почкованием или делением. Ну, собственно, почкование это тоже деление, да, ну, то есть, фактически, да, деление. Есть, да, виды, которые размножаются делением. Точно так же и смерть, она не абсолютно, как бы, скажем так, не абсолютно все виды умирают. То есть, есть виды, которые остались все-таки, которые вот не умирают, пока их не убьешь. И в книге «Научный материализм» приведена, там, медуза одна, там, что-то такое. Вот, и вот как раз, а, там, еще два примера. Какая-то осиновая или тополиная какая-то роща, там, я уже не помню, там, осина, тополь, там, тополь, возможно. В Америке, там, какой-то парк, роща, которая от общего корня, там, в течение 120 тысяч лет растут. То есть, там, деревья, стволы вырастают, они, там, по 120-150 лет среднего возраста. Они живут, отмирают, как бы, но общий корень никуда не девается. То есть, оно вырастает, там, как бы, отмирает, но это общий корень у этой рощи. Вот, причем, там, печаль в том, что у этих деревьев деление на, как бы, мужчин и женщин, самцов и самок типа. И это мужская особь, и они, по-моему, мужская, да. И они, вот, целая роща растет, но они, как бы, вот, все мужики, которые рядом стоят. То есть, им надо опылять, там, другие какие-то растения, да, а сами они, вот, между собой не размножаются, не разрастаются. Это все интересно, прикольно. Ну, вот, и там приводится еще, там, водоросль в Средиземном море, которая, там, не помню, возле каких островов, где, там, огромная колония, которой тоже, там, очень-очень много лет. Вот. Ну, в общем, вот этим надо проникнуться. То есть, можно, там, штудировать третью главу и еще искать доказательства в интернете, изучать этот вопрос, да, и вот проникнуться. Можно просто поверить мне, да. И, вот, когда понял про биологическую задачу, вот, прям понял, можно тогда, ну, либо уже не углубляться в третью главу, да, то есть, если, допустим, поверил мне с моих слов, ну, хорошо, допустим, так тоже можно поначалу, да, из-за того, что, ну, нет пока такого прямо грамотного мышления. Вот. Можно пока просто поверить мне, да. Вот. И можно отложить уже третью главу и пойти сразу в третью часть книги. И я сейчас скажу, вот, я сейчас открою книгу перед собой, у меня во вкладочке тут постоянно висит. Так, значит, где тут у меня, угу, сейчас посмотрим. Так, вторая часть, третья часть. А, там, значит, смотрите, двенадцатая глава, третья часть начинается двенадцатой главой. Она такая более философская. Ну, я молодец, я убил комара. Где-то тут у меня мертвый комар. Вот. Так, сейчас одну секунду, проверю кое-что. Вот. Значит, двенадцатая глава называется «Некоторые частности научно-материалистической картины мира». И эта глава, она такая философская. Там про всякую там диалектику, про всякое там бытие, там, научный материализм и религия. Ну, такое. То есть туда не спешите. Это вам не надо. Вот. А потом идет глава тринадцатая. И когда вы уже поняли, прониклись про биологическую задачу, когда вы поняли, что все живое. А, кстати, я пропустил что-то важное. Ладно, допустим, вот я вам сейчас рассказал. Вы послушали, вы поняли, что ладно, да, окей, хорошо. Вы, допустим, даже согласны поверить, что смерть является, значит, проявлением, значит, биологической задачи. Окей, допустим, вот даже вот не имея доказательств каких-то, вы даже поверили, вы говорите, да. Но в третьей главе объясняется, как работает стремление человека, как работает индивидуализм и коллективизм. Там объясняется, что из-за биологической задачи в норме человек, которому не дана какая-то очень углубленная специфическая картина мира, когда он не понял, как функционирует все общество и к чему стремится, он просто будет хотеть обслуживать свой какой-то личный интерес, свое какое-то, ну вот, просто делать лучше себе, да. Там объясняется, как это у мозга работает, как это все устроено, там объясняется ловушка, в которую попадает человек. То есть у нас есть несовершенство, у мозга заложено, что он должен делать нашу жизнь лучше, а в итоге мы изобрели технологии, мы стали неконтролируемо умными. Мы в эволюции, ну, как бы просто лазали там по веткам, ну, палку какую-то научились использовать, бить кого-то палкой. Уже получили колоссальное преимущество, потому что если несколько там обезьян, которые лазали по деревьям, больших, сильных обезьян, там какие-нибудь четыре гориллы уже могли обратить в бегство какого-нибудь льва, потому что, ну, они невероятно сильные, четыре гориллы, они не хотят связываться с львом. Но если он уже напал, то четыре гориллы его порвать просто могут, он не свяжется с четырьмя гориллами. Он на одну со спины будет нападать, да, на четырех он не побежит. Вот. А если горилла еще и какую-то толстую палку в руки берет тяжелую, да, то она удар такой силы может нанести льву, что это просто космос. То есть уже начиная с этого, вот мы изобрели первые технологии, как палка, да, которая просто вот рычаг твоей руки просто продлевает, да, можно удар очень сильный нанести, очень быстрый. Вот. И дальше, да, достать дальше. Начиная с этого, и потом огонь, потом луки, копья. Ну, луки гораздо позже, копье это более очевидно, но палка, то есть тыкать тоже можно палкой, да, просто даже защищаться, просто выставил острую палку, уже защищаешься. Несколько выставленных острых палок, вообще космос, да, прекрасно от льва можно защищаться. Вот. Ну, когда очень сильные руки это все держат, да, вот. А дальше там и огонь, ну, все, лук и стрелы пошел там, все, и заборы стали строить, да. Мы технологии изобрели и, как бы это так сказать, мы научились получать удовольствия такие, какие никогда в жизни еще в природе не могли получать. То есть обезьяна может найти какие-то фрукты, много сладких фруктов, а еще и какие-то будут подбродившие слегка, а еще не было такого гена, который там алкоголь хорошо. То есть обезьяна там их наедалась и просто падала, валялась там в отрубе в полном там, да, но это была редкость большущая. Вот. Это не то, что вот обезьяны жили и там наедались таких фруктов и напивались. В основном, ну, все искали еду и там по жучку, по корешку находили там, все. Все это очень трудно. Вот. А мы научились промышленно производить вот такие всякие удовольствия, услуги, там, какие-то товары, какой-то сахар, да, какие-то, я не знаю, мы можем покатушки, политушки какие-то устраивать, мы можем там, ну, все, что нам нравится, какие-то колбасы произвести там, специи в еду. То есть мы можем удовольствие делать сколько угодно и, в общем, это ловушка. То есть у нас эволюционно мозг, ну, как бы, подготавливался, тренировался все время делать нам хорошо, а мы вдруг научились делать как бы слишком хорошо, что мозг в моменте чувствует, что это как бы вообще дикий восторг. А на самом деле нам это уже вредит здоровью и часто тоже и нервную систему разрушает. Ну, это в смысле тоже вредит здоровью. То есть это уже нарушает нашу биологическую задачу. Но мы это не распознаем. А у нас появилась теперь современная медицина, и вообще люди там живя сообща, скопом, да, даже кто-то там заболел, даже современной медицины не было, но оберегали, охраняли. В природе бы сразу дикие звери съели, да. А тут все, люди там защищают, оберегают, там человек лежит дома там с каким-то компрессом на голове, там, да. И это все, ну, получается, выживаемость очень сильно увеличилась. И вместо того, чтобы пройти жесткий эволюционный отбор, то есть люди, которые ударялись там в азартные игры, чтобы они все вымерли, да, чтобы все, кто ударяются в азартные игры, чтобы все вымирали, чтобы все, которые верят в финансовые пирамиды, чтобы они все вымерли, там, чтобы все, которые верят в рент-эвэй, карты Таро, чтобы все вымерли, такого не происходит. Все люди, которые вот что-то такое там верят, увлекаются, все живут. Все, которые едят сахар, в основном всем поддерживают жизнь, они заводят детей, передают вот эти плохие гены, не приспособленные к сахару, да. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И, получается, ну, вот описываются и вот эти вот ужасные, даже не то, что риски, а уже конкретно последствия, которые имеются у нас, да, от того, что мы изобрели вот эти удовольствия, и от того, ну, описывается, как люди страдают ужасно, как, сколько вреда мы себе наносим от того, что мы не готовы к тем удовольствиям, к которым мы эволюционно не были подготовлены и вдруг научились их промышленно производить. То есть мозг пытается делать наилучшим образом свою работу, и вдруг оказывается, что то, как его эволюция научила делать свою работу, под современные условия, под современный рынок общества потребления не подходит. Если отпустить мозг, чтобы он делал все, как хочется в моменте, то мозг себе навредит, да. То есть вот это надо понять обязательно. И все-таки, да, в третьей главе описано, что человек вот так вот недалекий, не имея какой-то очень углубленной, хорошо разложенной картины мира, подробный, он будет стремиться только к личному благу, персональному, да. И вот мозг всегда будет стремиться к удовольствиям только личным и к собственной власти, удобству, там, деньгам и так далее. Накоплению ресурсов, да, к бесконечному выбору сексуальных партнеров, вот. И вот это все. И только там описано, когда человек поймет, ну, то есть вот люди гоняясь за какими-то удовольствиями, потом их подпиливает, подгрызает какой-то червячок, что вот счастья нет, что все равно что-то в жизни плохо, да. И когда вы поймете, что вот научный материализм рассказывает, куда направлена биологическая задача, да, и вот вы это осознаете, вот когда вы поймете, что правильно написано в научном материализме, что биологическая задача, да, она требует, чтобы мы могли вечно существовать и вечно могли происходить полезные трансформации нашего генетического материала, да, и от этого мы чувствуем себя субъективно хорошо, мы чувствуем себя субъективно счастливыми, да. И в научном материализме говорится, что для того, чтобы мы вот так вот себя, ну, совсем хорошо и почувствовали, и успокоились, надо, как бы, обеспечить полную вечную безопасность нам, значит, полный вечный доступ к ресурсам, к еде, ко всей необходимой таблице Менделеева, там, и все такое, вот. И еще в первой главе научмата объясняется про экзистенциальное страдание, что когда мы остаемся наедине с собой и со своими мыслями, у нас нет наушников с музыкой в ушах, и мы не играем на гитаре и не читаем какую-то книгу, вот наедине остались со своими мыслями, мы думаем, а как правильно, как неправильно, хорошо ли я живу, а есть ли жизнь после смерти, а есть ли Бог, который меня накажет, буду ли я вечно шипеть, шкворчать на сковородке в аду, да, все это очень сильно беспокоит, вдруг вся моя жизнь неправильна. И Блес Паскаль, да, ученый, который там статистику очень сильно продвинул, он же так и переживал насчет этого и так и ушел в монахи, потому что, ну, а вдруг, а вдруг же все-таки вот по статистике там, ну, 50 на 50, то ли Бог есть, то ли Бога нет, но получается, если я буду молиться Богу, а его нету, то, ну, я просто помолился Богу, а если Бог есть, а я вел неправедный образ жизни, я вечно буду шкворчать на сковородке. Он быстро посчитал по статистике, что среднее математическое ожидание у него очень минусовое, вот, и как бы ушел в монахи, да, то есть вот так вот все, то есть людей мучают эти вопросы. Это тоже надо осознать, понять, признать, что, ну, да, это все происходит. Ну, то есть все с этим сталкиваются, но не все могут порефлексировать, задуматься и признать, что это действительно так происходит. То есть все пытаются убежать от мыслей наедине с самим собой, от осознания себя в вечности, но не все понимают, что они это делают. Некоторые люди, у которых очень плохо с рефлексией, которые никогда не задумываются о своей жизни со стороны, о том, что они делают и как, и как живут, они, вот, да, они очень сильно пытаются сбежать от вот этого состояния наедине мыслями с вечностью, да, но не понимают, что они это делают, и они могут отрицать в разговоре, что они это делают. Но на самом деле за ними последишь, и видно, что они это делают. Отбери у них наушники, посади их в пустой комнате, они будут ужасно страдать. И это время, там, если они так просидят день, это им покажется вечностью, и они запомнят это навсегда. Вот именно потому, что очень неуютно, как бы, какие-то вопросы начинают мучать и так далее. Вот. Ну, правда, бывает, что у человека очень много есть о чем думать, и он может, как бы, там, потратить это время, занимая все равно свой мозг чем-то. Ну, а очень многие люди, там, им нечем занять свой мозг, и это можно очень хорошо увидеть. Так вот, получается, ну, нам нужно обеспечить себе для биологической задачи, да, вечную безопасность, вечный доступ к еде и всей таблице Менделеева, да. И вот эти вопросы нас тоже мучают, потому что мозг заточен наилучшим образом адаптироваться к жизни, да, и, ну, вот, чтобы все правильно работало. А когда он это делает неправильно, нас там специальный отдел мозга наказывает. И если все время висит вопрос, что, а вдруг вообще все неправильно, вот вдруг я вот живу всю свою жизнь, делаю что-то, вдруг это вообще все неправильно, и ты не знаешь ответ. То есть в любой момент может оказаться, что все неправильно. Тот отдел не оставляет это просто так. Он наказывает тебя, он говорит, иди и узнавай, иди и узнавай, ты не успокоишься, ты не сможешь жить спокойно, пока не узнаешь. Он тебя наказывает, вдруг все вообще неправильно. Вот, поэтому это, ну, вот такой побочный эффект. Эволюция так не задумывала, это побочный эффект. То есть можно провести такую, типа, селекцию гигантскую, что вот люди, которые вот об этом думают, чтобы они вот как-то вымирали-вымирали, и чтобы такой мозг образовался, который только думал о каких-то прикладных вещах, но никогда не о вечном. Теоретически это возможно сделать, возможно вывести расу таких живых существ. Но у нас есть то, что есть, да. И нас это мучает. Соответственно, чтобы, ну, когда мы думаем о том, куда стремится биологическая задача, и как, ну, куда нужно прийти, чтобы вот прям чувствовать себя уже все максимально в гармонии, да, максимально счастливыми, не париться ничем, ну, получается, надо вот этот вопрос тоже закрыть. Вот, чтобы мозг уже не мучился, чтобы мы знали все ответы. И мы не сможем знать все ответы, пока не познаем полностью Вселенную. То есть получается, чтобы у нас была вечная безопасность, вечная еда и доступ ко всей таблице Менделеева, нам нужно супер по-крутому развиться технологически, чтобы мы могли производить для себя любые вещества и увиливать от любых опасностей, там, перемещаться куда угодно, менять вообще там звезды планеты, там, ликвидировать какие-то угрозы на корню там заранее, да. То есть нужно технологическое именно могущество, технологическое мощное развитие, чтобы мы могли прямо решать вещи во Вселенной. Вот. И распространились максимально, диверсифицировали свои риски, да, чтобы какой-то астероид, прилетевший на какую-то планету, не уничтожил человечество. То есть это обязательно надо. Это вот, если мы хотим идеально развить биологическую задачу и быть идеально счастливыми, в идеальной гармонии, мы обязаны это сделать, без этого никак. Мы не можем сидеть на одной планете и чувствовать себя полностью в безопасности. Это технически невозможно. Вот. Соответственно, вот это надо сделать. И чтобы узнать точно ли все правильно и там правильно ли мы живем, нужно познать до конца все секреты Вселенной. Возможно, для этого нужно будет и как бы облететь, и осмотреть всю Вселенную, если это возможно, да. Но может быть окажется, что каким-то образом можно познать все секреты Вселенной, не облетев ее всю. Может быть. Это тоже я не знаю, да, как сказала бы моя супруга. То есть это пока еще неизвестно. Так вот. Как бы вот уже сформировалась картина. То есть нам нужно технологически развиться по очень крутому, чтобы мы прямо решали вопросы во Вселенной. Расселиться, да, пошире, побольше, чтобы точно от одного удара астероида человечество не вымерло. И, значит, познать все секреты Вселенной до конца. Ну вот. То есть все, уже определена задача. То есть если мы это сделаем, мы будем прямо в полной гармонии. Ну и важно еще понять, что когда мы знаем, что вот сейчас мы вот здесь находимся, да, вот в этой стадии, и мы, ну так, более-менее кое-как справляемся со скрипом выполнять нашу биологическую задачу, кое-как размножаемся, да. Хотя уже известно, что среднее количество детей сейчас на русскую женщину в России 1,4 и 1,5. А для поддержания населения, только для поддержания численности, нужно 2,1, 2,2. То есть когда вы это знаете, вы уже должны понять, что мы массово как общность вымираем. И если у вас будет 2 ребенка, то в среднем это как бы, ну если вот у вас 2 ребенка, у каждого из ваших детей будет 2 ребенка, да, там у тех по 2 ребенка, в среднем это вымирание. То есть не все эти дети, ну то есть 2, они как бы повторяют только своих родителей, но не все дети доживут до половой зрелости. Кто-то все-таки где-то умрет, и оп, община стала меньше. Ну как бы, то есть повторяемое количество, вот было столько-то там родителей, там дедушек, бабушек, все. И вот у каждого их 2 родителей только 2 ребенка, да. И там каждый, опять же, ну с еще одним человеком, как бы вот они на двоих сделали только 2 ребенка. Но где-то ребенок не дожил до половой зрелости, и все, тает, тает население, тает. То есть даже если вы 2 детей родите, вы уже понимаете, что вот на длинной дистанции ваша биологическая задача под угрозой. Это уже как бы нехорошо. И вы можете сказать, да ладно, я не буду вообще там рожать детей, я другим помогу. Но окей, но все равно в среднем население должно рожать ну на каких-то этапах больше, чем 2,2 ребенка на женщину. А где-то, где, ну допустим, уже достаточно просто поддержания, 2,1, 2,2, 2,1, 2,2. То есть в основном в семьях по 2 ребенка, где-то 3, в основном 2, где-то 3. Вот, если вы сами не рожаете детей, то вы все равно должны заботиться, чтобы в обществе в основном 2,3 ребенка рожали. 2,3, 2,3, 2,3, 2,3. Понимаете? Вот, а не так, что 1 и типа нормально. Ну у кого-то 2, а у кого-то 1, а у кого-то 2, а у кого-то 1. Вот и получается, в среднем 1,5. Вот у нас так и есть семьи, у кого-то 2, у кого-то 1. В среднем 1,5, и мы стремительно вымираем. Стремительно. В Чечне 4,5 ребенка на женщину в среднем. У русских, пожалуйста, 1,4, 1,5. Понимаете, да, что происходит? Вот, но Чечня малюсенькая. То есть даже за счет их 4,5, все равно в России в среднем, если мы сейчас не будем говорить, кто кого там заполоняет, что идет замещение русских там южанами, даже если мы это сейчас не будем рассматривать, все равно в среднем в России вымирает население. Так вот, когда мы это все понимаем, мы, ну, значит, я говорил, что мы, находясь там, где мы находимся, кое-как со скрипом свою биологическую задачу выполняем, и в среднем плохо, как общество, в среднем плохо мы ее выполняем, но кое-как существуем. И уже зависла над нами угроза самоуничтожения через ядерную войну. А как только мы начинаем стремиться туда, где, собственно, финал этой биологической задачи, где самый-самый расцвет нашей биологической задачи, где конечная цель нашей биологической задачи, смотрите, просто вот нам сейчас, если мы начнем рожать больше детей, вот здесь прямо находясь, уже понятно, что как бы, ага, больше будущего, больше, как бы, ну, все, мы начинаем не исчезать, а процветать, размножаться, нас становится больше людей нашей культуры, мы все друг за друга, да, у нас больше детей, мы все заодно. И, значит, чтобы, ну, когда изучаем про биологическую задачу, мы знаем, что для того, чтобы научно-технический прогресс развивать, как нам обязательно нужно, да, и по космосу разлетаться, как нам обязательно нужно, для этого нужен здоровый коллективизм, нужно не воевать, не тратить энергию, чтобы убивать друг друга, а тратить энергию на разработку суперкосмических кораблей. Для этого нужен коллективизм, Для этого мы должны заботиться о том, чтобы не ссориться друг с другом. И, соответственно, предполагается, что у нас должно быть там сколько-то детей, и с которыми мы не будем ссориться, мы будем ценить каждую личность. Нам будет не хватать все время в коллективе больше хороших людей. Мы будем ценить, мы будем стараться выстраивать хорошие отношения. И обратите внимание, помыслите об этой модели, уже как-то приятно. То есть много здоровых детишек, с которыми все родители стараются хорошо общаться, и друг с другом в коллективе, и разные семьи тоже стараются очень хорошо общаться и заниматься общими проектами. Это же так приятно и так интересно. То есть уже сейчас становится хорошо, и пока мы идем туда к этой биологической, ну к финалу, к конечной цели биологической задачи, это очень важно понять, что вот мы все, начали там научно-технический прогресс, да, и вообще нам для этого нужно много ресурсов, накопили много ресурсов, много денег, у нас много власти, денег там, да, накопили. Это же круто, это же приятно, да. И начинаем научно-технический прогресс, крутое оборудование, суперлазеры там, это тоже приятно, интересно. И вот мы там строим какие-то космические корабли крутые, это тоже приятно, интересно. И вот мы научились там добывать больше энергии, там, экологичное какое-то классное, мы научились не загрязнять, там, по-суперскому перерабатывать мусор, очищая природу, это же классно. То есть, когда вы уже закрепляетесь на вот этом понимании, что вот биологическая задача и вот ее конечная цель, да, когда вы понимаете, что вот идя по вот этой дорожке, вы каждый день и каждый год будете себя чувствовать лучше, лучше и лучше. Что это не так, что типа путь мученика, что типа, господи, мне надо отречься от всего, отречься от своих интересов, и мне обещается, что если я всю жизнь посвящу там чему-то, то типа там либо в самом конце, либо после смерти, да, как в религии, вот там ты хорошо будешь себя чувствовать. Нет, здесь, как только ты пошел в этом направлении, ты себя все время будешь чувствовать лучше. Вот в этом и есть суперценность научного материализма. Научный материализм открыл, научный материализм как бы дал нам знание, что мы можем вот так вот делать, и нам прямо будет все время становиться лучше. Не потом после смерти, а сейчас нам все время будет становиться лучше, при том, что мы будем вести достойный, хороший образ жизни, приятный образ жизни. Мы не будем наркоманами, алкоголиками, мы не будем никого убивать, завоевывать. Мы будем вести красивый, приятный, достойный подражание образ жизни, и нам всем будет хорошо, и каждый раз все лучше, и у нас будет куча там честных, здоровых бизнесов, у нас будет там куча ресурсов, у нас будет куча людей, куча образования там и всякое такое. Мы будем просто завладевать сферами разными. Все будет очень круто. Вот, соответственно, когда человек уже проникся этим, это вот вопрос, с чего начать? Проникнуться этим. Все, становится понятно, что вот где финал биологической задачи, вот где полная гармония и счастье. И обязательно понять, что пока ты движешься по этому пути, тебе все время будет становиться лучше. То есть я это твердил уже 200 раз, и приходят люди, и говорят, вот прям вот это прослушивают, и говорят, Торвальд, я же правильно понял, что нужно отречься от себя, и нужно как бы полностью пренебречь своими интересами, как бы и сцепив зубы, терпеть, и вот делать обществу хорошо. Ну, если все сцепят зубы, будут терпеть, и вот им будет плохо, а будут делать обществу хорошо, то, ну, тут как бы два варианта. Либо сразу всем сделается хорошо, и тогда сцеплять зубы не надо, терпеть не надо, всем будет классно, да? То есть тогда модель сцепить зубы не работает, всем очень быстро станет классно. Либо, если все равно все как-то так сцепили зубы от всего, отреклись и делают какому-то обществу хорошо, а как это все терпят всем плохо, а все делают кому-то хорошо. Кому это они делают хорошо? Непонятно. Вот всем плохо, все сцепили зубы, все терпят, все друг другу типа делают хорошо, а никому нехорошо, все терпят, да? Опять не работает. То есть научный материализм – это когда ты становишься на правильную дорожку, то есть люди ошибаются, когда думают о том, что для них хорошо. Люди думают, вот мне хорошо сейчас просто заработать денег, а потом оказывается, человек заработал много денег, но у него там какое-то пузо и вообще забитые сосуды, которые вызвали у него в 42 года инфаркт, и он чуть не умер, и он теперь такой ослабленный. Плюс он себе какую-то супер такую высохшую, загорелую, с какими-то там торчащими подсушенными мускулами, с такими силиконовыми сиськами, какую-то такую шмару пропаленную солнцем Италии. Вот он себе оплатил, вот она есть, но она одного ребенка для фиксации этого брака завела, ему родила, и все, и дальше вот этот свой живот высушивает, жрет какие-то непонятные штуки, подкачивает себе этот силикон. Ну все, то есть один ребенок и вырос бесхребетным, неблагодарным, как бы, и он, как бы, ни люди его особо не уважают, ни друзей не нажил, ему все завидуют, фирму хотят у него увезти. И в интернете полно историй, на Пикабу можете почитать истории, как человек, там, по курорту, там, с женой, там, шубы ей, мерседесы, вот. А потом у него сердце схватило, и он просто слег на два месяца в больницу, и дорогая операция нужна была, куча денег на операцию, вот. И потом реабилитационный период, там, несколько месяцев в койке, там, ну, вернее, как, он там, типа, сначала, нет, ну, в общем, как-то так, два-три месяца что-то такое. Выходит, всю фирму уже разворовали, там, все растаскали, там, крайних не найти, там, вся фигня, все, долги, естественно, жена бросила. Естественно, кому ты нужен, вот. И все, то есть, был крутой, было все хорошо. В один момент, а, сердечко прихватило, все закончилось. Был один какой-то хлюпик, бесхребетный сын, который ничего не умеет. Ему даже, даже если сердце не схватило, бизнес бы не разворали, нельзя ему передать этот бизнес, понимаете? То есть, люди, в основном, очень сильно заблуждаются в том, что для них хорошо. Научный материализм, он рассказывает, как на самом деле вам правда будет хорошо. То есть, он рассказывает, ну, конечно, в научный материализм не включены уже такие подробности, как конкретно, там, вот, как, там, точно поддерживать свое здоровье, там, да, как финансовую грамотность, там, как вот эти, там, всякие бизнесы, шмизносы. Ну, то есть, много каких-то навыков. Научный материализм, ну, как бы, в книге теория описана общая, которая, ну, объясняет вообще про биологическую задачу и про все это такое. И то, за 680 страниц только тезисно получилось пробежаться, да, там еще каждый абзац доказывать надо, там, целыми кучей источников, там, большими лекциями и так далее. Вот, а уже какие-то конкретные навыки, которые нужны в жизни, их там нет. Вот. Но, в любом случае, вот, еще раз повторяюсь, люди заблуждаются по поводу того, что им хорошо. Научный материализм объясняет, как это работает. И как раз начать-таки нужно с того, так, опять комар, сейчас, не попал опять, ну, буду пытаться. Вот. Научный материализм, получается, объясняет, в какую сторону смотрит биологическая задача и в какую сторону надо идти, чтобы тебе все время становилось лучше и лучше. И ты прямо, чем дальше живешь, тем к старости ты чувствовал, что вообще действительно круто. Ты не ошибся. Ты вырастил мощнейшую супербазу такую у тебя, ну, вот, такую, которая тебя заставляет чувствовать нереально счастливым. У тебя куча здоровых, красивых, счастливых детей. У тебя там дела организованы, материалка, все, и твои поколения там будут дальше и дальше, и культура, и образование. И ты с такими же людьми, как ты, объединен, и у вас целый огромный суперклан. И как бы все это прямо смотрит в вечность, будет развиваться суперски, вообще присуперски. И вы уже проникли в разных странах, в структуры власти. Вы потихоньку подбираетесь к высшим постам, да. То есть без всякой войны, без каких-то, без оружия, там, без каких-то насильственных смен власти, без ничего. Чисто вот именно самым, что ни на есть демократическим способом, да. Просто вы уже и там, и там, ну, начинаете влиять на принимаемое решение, начинаете в какую-то сторону клонить. Вот, обеспечиваете там изнутри государства какой-то информацией, да, остальной весь суперклан. И вот вы прямо чувствуете, что такого ни у кого нет, да. Такого нет ни у кого. Вот. То есть с вот этого надо начать. Когда вы вот это почувствовали, что да, все, вау, у вас планка упала, все, вот так и надо, да, все. После этого, друзья, конечно же, нужно по возможности, ну, возможность у всех есть, не все признают, что у них есть возможность. Нужно повышать грамотное мышление, потому что, ну, без грамотного мышления вы не сможете ничего. Там вторым вопросом у Александра идет, значит, опишите, как вы видите, этапы становления человека от обычного до действительного члена государства, которое вы создаете. Для того, чтобы активно вот так вот продвигать общество, нужны ресурсы и нужны образованные люди. Ну, люди тоже как ресурсы, да. Я не к тому, что к людям отношусь бездушно, как к вещам. Но имеется в виду, что, как бы, какие-то специалисты, которые будут реализовывать какие-то проекты важные, ну, это тоже в той или иной степени ресурс. Как и время ресурс, да, все на свете, там, здоровье – это ресурс. Вот, даже по законам, там, какое-то здоровье признается, как это сказать, чем оно там признается, как это, ну, не активом, но, в общем, ценностью какой-то, но нематериальной. Вот, то есть, есть нематериальная ценность здоровья. Вот, там, когда речь касается, там определено, ну, неважно, в общем, есть такое. Так вот, нужны люди, образованные именно грамотно мыслящие. То есть, когда образование заключается в эрудиции, что люди запомнили ряд каких-то фактов, событий и каких-то, ну, каких-то научных данностей, каких-то научных истин, ну, это никак не означает, что человек будет эффективен при решении задач. Нужно именно быть эффективным при решении задач. Поэтому нужны люди очень, ну, с очень хорошим мышлением и нужны ресурсы. Много ресурсов, чтобы и другим людям, которые пока еще не с нами, можно было заплатить за выполнение каких-то работ. И чтобы за счет этих ресурсов можно было выстроить кучу каких-то, ну, и жилых комплексов, каких-то городов своих, каких-то всех коллекторов, там, водных коммуникаций, каких-то санаторий в больницах, там, всякого, всякого, там, ну, вот, учебных заведений. И обязательно лабораторий научно-исследовательских каких-то центров, институтов, там, все, и свои спортивные секции, все. Ну, то есть целую цивилизацию, чтобы строить, да, конечно же, нужны ресурсы. Соответственно, нужно зарабатывать деньги. То есть какие этапы становления человека, да, от обычного до действительного члена государства, вот, которое я создаю, которое мой маленький коллектив создает. В первую очередь нужно, скажем так, ну, вот, как я уже сказал, с чего начать, проникнуться вот этим всем, что я сейчас рассказал, про эту биологическую задачу и про вот этот жизненный путь, да, что вот он и является верным. Понять это, что он является верным. Возможно, задать вопросы какие-то, если еще до конца не понял. Но вот, когда проникся и такой все впечатлен, вдохновлен, как бы все срослось, понимаешь, то дальше нужно вылезать из какого-то застойного образа жизни. То есть пока вы не понимали смысл жизни, пока вы не понимали, куда развиваться, чтобы быть счастливым, и вы там как-то, кое-как, еле-еле. Вот, а тут, если вы уже прониклись, то, по идее, предполагается, что вы прибегаете в коллектив и говорите, ребята, ну, надо строить вот этот мир, да, надо все вот так вот менять. И, значит, давайте я, значит, ну, я максимально кооперируюсь, я максимально готов все, что угодно делать, как бы, то есть если вы мне в чем-то будете помогать, спасибо огромное. Но при этом также мой дом, ваш дом, да, то есть там мои вещи, ваши вещи, да, то есть у нас все, коммунизм без вопросов. В любую секунду приезжайте в мой город, там останавливайтесь у меня, а я сам пока буду стремиться, буду намереваться, вот, как бы туда переехать, и где больше наших, чтобы более эффективно, да, вот, взаимодействовать, чтобы быстрее, ближе общаться, лучше информацию друг другу передавать, да, вот, чтобы быстрее обучаться, чтобы легче все это было, легче все происходило. Плюс, когда есть какие-то материальные активы, какое-то имущество, им очень легко делиться, когда мы вместе. Вот у кого-то есть, там, какой-то, там, аппарат или какой-то, там, я не знаю, какой-то монитор, там, какой-то, ну, не знаю, как это, там, звуковая система, у кого-то есть какой-то велосипед, у кого-то все, и, как бы, все, мы все объединены, все общее, да, как бы, кому надо, естественно, друзья, мы же стремимся быстро, срочно добиваться нашей цели, да, то есть, какие вопросы, все, что нужно в рамках того, чтобы, там, добиться цели, надо, там, что-то у кого-то какие-то проблемы с жильем, там, да, кого-то, там, вдруг резко, там, квартирные собственники выставляют, там, да, на улицу, почему-то в нарушение договора, там, и всякое такое, все, бам, просто с кем-то уплотнились, то есть, кто-то живет в квартире, да, все, вещи закинул ему, то есть, пока, там, уплотнились, и пока, там, две-три недели живет, там, ищет другой вариант, там, порешали вопрос в легкую, да, там, я же говорю, какая-то, вот, какая-то передача предметов, там, между собой, какая-то помощь, там, какое-то обучение, все очень легко, да, и вот человек говорит, я полностью, я все, я ваш, я все для вас, я к этому стремлюсь, ну, и, получается, прибегает, он старается помочь уже имеющемуся коллективу, растущему всеми возможными способами, а коллектив, естественно, тут надо продолжить мысль тем, что человек только тогда может дополнительный прирост мощи давать в коллектив, когда он уже уладил свои какие-то проблемы, потому что, если у него просто не хватает на еду, не хватает на аренду, если у него большие проблемы, там, с какой-то неразделенной любовью, с какой-то девушкой, с какой-то женой, там, с какими-то, ну, в общем, какие-то разные обстоятельства, то он, ну, не может, ему все время, извините, нос чешется, все время чешу, не знаю почему, так вот, он все время озабочен этими проблемами, он все время думает об этих проблемах, и он не может прийти в коллектив и сказать, у меня есть свободное время, свободные деньги, да, и я, как бы, хочу вкладывать свободные деньги в общие проекты и промазал, вот, и я хочу в свободное время учиться там всякому полезному, но он не может, поэтому, как бы, человек, со своей стороны, проникшись вот этим всем, да, и по возможности, побыстрее переехав туда, где больше всего народу своих, да, он должен дальше, ну, как, должен, не в смысле должен, что он, типа, является кому-то обязанным, да, а имеется в виду, предполагается, предполагается, что этот человек, ну, вот, он показывает такое отношение со своей стороны, а коллектив, естественно, понимая то, что я сейчас сказал, вот тоже многие люди, которые все видят в негативных красках и верят только в ужасные плохие секты, да, они думают, что раз Торвальд сказал, что человек должен, типа, сначала решить свои проблемы, вот, значит, типа, ему говорят по-капиталистически, твои проблемы – это твои проблемы, ты нам свое имущество предоставляй, да, помогай коллективу, а сам пока иди, становись богатым, красивым, счастливым и приходи, отваливай нам миллионы, на самом деле все происходит в корне не так, как раз-таки наоборот, то есть человек говорит, я проникся, я все чувствую, я, короче, я вот это вот все понял, и друзья, давайте максимально общаться, давайте максимально объединяться, любое что угодно я помогу, любое, если скажете, что-то там надо изучить, я изучу, я, давайте, вот, как угодно, ну, просто я понял, что объединившись, мы можем очень быстро прогрессировать, вот, и он от себя предлагает это отношение, а коллектив, видя такого заинтересованного и классного человека, который не ленивая жопа, который думает, а вот схитрю, скажу им там что-то такое, и пусть они мне теперь помогают, а коллектив видит, что это, ну, в самом деле человек, который, ну, идейный, прямо он проникся, и он действительно, да я не понял, а сколько комаров сейчас вокруг летает, то есть это прям какая-то жесть, вообще проникают откуда-то, ну, я подозреваю откуда, но это прям жесть, я огорчен, мне некомфортно. Так вот, надо запись эту переназвать, значит, хлопая комаров. Так вот, значит, человек такой убежденный, открытый, искренний, проникшийся идеей, старающийся изо всех сил помогать коллективу, да, ну, коллектив, соответственно, тоже смотрит, что можно сделать для такого человека, да, как можно побыстрее вывести его в ту стадию, когда он сможет уже активно привносить что-то в коллектив, вот, либо привносить какие-то ресурсы, либо разовьется как специалист, и уже будет, значит, полезен, опять же, как очень хороший специалист, либо там наработает связи и будет связями помогать, либо у него будет свободного времени достаточно уже, чтобы он активно учился чему-то, да, и развивался, чтобы был полезен в новых качествах, да, вот, то есть коллектив смотрит на это и, ну, делает максимально, что может для этого человека, то есть, допустим, у нас в основном люди стремятся изучать программирование, потому что там много денег, да, сейчас в такой эпохе живем, что очень много денег в программировании, но не всем людям легко дается программирование, кого-то, возможно, лучше будет пристроить, там, ну, возникает какое-то направление, и вот тут вот человека в такое направление пристроили, ну, либо у него там своя какая-то профессия, тоже ему помогли реализоваться получше, там, все, вот, но, понимаете, один неподготовленный человек, что может дать коллективу, да, очень мало, то есть, ну, так просто исторически сложилось, что у него там, ну, что-то есть, есть какие-то навыки, там, какие-то знания, какой-то опыт и немножко-немножко предметов, да, а коллектив, что может дать человеку, подготовленный коллектив, то есть, шквал полезных знаний, да, гигантскую помощь в обучении разному, куча предметов у коллектива есть, да, то есть, такой человек, он получает от коллектива, получается, помощи гораздо больше, и коллектив очень быстро его ставит на ноги, очень сильно проясняет ему мозги, очень сильно его укрепляет, но я же говорю, при условии, что человек убежденный, потому что очень многие люди впадают в такую вот штуку, что, блин, Торвальд так задвигает, значит, вот у них тут исходит благодать в Липецке, да, вот, может быть, кто-то будет смотреть эту запись, когда мы уже не в Липецке базируемся, но неважно, то есть, сейчас Липецк, да, и люди, вот там какая-то благодать приезжают, говорят, вы так мне нравитесь, как коллектив, да, у вас такие идеи, там, и научный материализм, и все, и только так и надо жить, я это прямо понял и прочувствовал, все, но человек говорит, я буду ходить с вами на спорт, он приходит в спортзал, ты ему говоришь, ну, еще, Камар, здравствуйте, вот, да их что-то вообще, прямо вообще, что-то они уже пошли на меня эскадрильями, друзья, они меня уже зажимают, там, с разных сторон, будут меня сажать, как, я не знаю, как Алексея Мересева, или там, ну, вернее, и как, его ж не, ой, уже не могу про Алексея Мересева все подробности, короче, описать, но вроде там его пытались, да, сажать, как бы, когда зажимают, и ни влево, ни вправо, там, тебя, типа, стреляют, и тебя ведут туда, куда надо, чтобы ты, там, сажал, садился на их аэродром, вот, чтобы живым взять и самолет сохранить, вот, ну, в общем, приезжают люди и приходят в спортзал, типа, с нами спортом заниматься, и человек берет пустой гриф от штанги, стандартный, олимпийский гриф международный, 20 килограмм, он его берет, и говоришь ему, ну, делай ровно, поднимай ровно и опускай ровно, вот, линию увидь, ну, прочерти условную линию, как лазером, как бы, да, и вот центр, значит, грифа этого от штанги, он весит 20 килограмм, то есть, если человек весит 60 килограмм, попытается отжиматься, у него на руки приходится 30 килограмм, да, то есть, ну, 30 на ноги, 30 на руки, и вот он отжимается, более того, даже голова, она же, ну, как бы, ноги на самом краю, а руки не на самом краю, голова перевешивает на этот край, то есть, если 60-килограммовый человек попытается отжиматься, то у него не половина, чуть-чуть больше должно приходиться на руки, центр тяжести, который за пупком находится, он ближе к рукам, чуть-чуть, то есть, допустим, ну, как бы, из 60 килограмм, типа, 32 на руки, а 28 на ноги приходится, то есть, человек там 32 килограмма, вот, отжимается от пола, получается, а тут 20-килограммовый гриф, то есть, это, ну, там, чуть ли не в два раза легче, чем отжиматься от пола, понимаете, да, ну, какая нагрузка, и человеку говоришь, просто делай это ровно, ну, ладно, там, на первый раз руки дрожат, но человек ни на первый, ни на пятый, ни на восьмой, ни на пятнадцатый раз не будет делать это ровно, не будет, ты на него матом уже будешь орать, ну, и, как бы, есть люди, которые приезжали в Липецкий, просто попросили жить рядом с нами, когда человек просто попросил вежливо жить рядом с нами, общаться с нами, он мне ничего не должен, ничего, соответственно, я не буду никогда на такого человека наезжать, ну, я так могу чуть-чуть там с ехицой прокомментировать, но я очень аккуратно, вежливо, а когда человек конкретно приехал, я хочу с вами, там, научите, я буду там то-се, приходит в гости, ты ему рассказываешь, ты там его учишь, вот, он пока никакой пользы коллективу не приносит, он приходит в зал, и вот, как бы, он приехал, он напросился, он навязался, он тратит мое время, как бы, и не будет ни с первого, ни с пятнадцатого раза, там, по три тренировки в неделю, да, там, пять недель проходит, а человек не будет ровно поднимать штангу, ну, ты знаешь, что если его бить, он это мог всегда, он мог это 20 лет назад, он может это сейчас, он мог это вчера, он может это завтра, он всегда это может, но он просто не будет, да, то есть, такой человек сразу, ну, понятно, куда в него вкладывать усилия, если, ну, понимаете, вот, просто представьте перед вами человек, которому ты просто говоришь, надо делать вот так, то есть, гениальность этой ситуации в том, что тебе не надо думать, ты вот, там, тебе, допустим, 20 лет, ну, кому-то 20, кому-то 30, кому-то 25, кому-то 17 лет, да, и тебе говорят, вот, у тебя есть, как бы, в распоряжении мозги вот там людей, которые гораздо дальше, гораздо старше, и прямо настолько подтвердили свою какую-то эффективность, что ты аж впечатлился и приехал из другого города, это не все так делают, это не часто так бывает, многие приезжают, хотя их родственники ругают, говорят, ты что, ты в какую-то секту поедешь, вот, а приезжают все равно, то есть, настолько человек понял, как тут все эффективно, да, и вот тебе уже такой источник говорит, вот, можешь не думать, вот, ты как раз приехал, вот, у тебя доступ есть к вот этим мозгам, да, тебе просто говорят, чтобы все было хорошо, делай вот так, и человек не делает, ну, соответственно, а как с ним взаимодействовать? Говоришь, ну, просто, нет, подожди, вот, смотри на меня, смотришь, смотришь, и как в этом, как в бриллиантовой руке, ты меня уважаешь, как бы, уважаю, но пить не буду, так и тут, как бы, ты меня уважаешь, как бы, я тебе говорю, сделай ровно, и человек такой, ну, как бы, ну, типа, хорошо, и делает криво, как бы, и даже не смотрит, не то, что там он, типа, типа, пытается и говорит, ну, вот, у меня дрожат руки, но я не могу, он даже не смотрит, то есть, если он делает криво, ему похеру, ну, соответственно, такие люди просто идут нахер, вот, поливаются отборным матом и идут нахер, то есть, ты человеку один, два раза, двадцать раз говорит, да что с тобой не так, вот, и просто посылаешь, ну, невозможно с такими людьми построить какое-то хорошее общество, к ним можно относиться, как, ну, как абсолютно тем же самым всем людям, которые просто по улице ходят, не знают ни про какой научный материализм, с ними можно сотрудничать на общих основаниях, там, заплатить их, им денежку, нанять их, делать что-то простое, но нельзя делать с ними что-то важное и положиться на них, соответственно, коллектив не будет вкладываться в такого человека, да, то есть, когда человеку даешь, там, компьютерную игру, говоришь, а ну, покажи мне, как ты тут будешь делать, человек начинает тупить, ты говоришь ему, объясни, пожалуйста, почему ты тупишь, он замыкается в себе и сидит, кстати, видите, вот это кресло, в котором я сижу, вот человек приходит ко мне домой, я ему бесплатно помогаю, я ему бесплатно выделяю много своего времени, да, он садится в это мое кресло и там где-нибудь там затупил, замолчал и сидит, и, друзья, можете мне рассказывать, что у него там сахар упал, что он там человек такой, что может он интроверт, и идите нахер все лесом, понятно? Есть правило моего дома, нельзя прийти ко мне домой, сесть в мое кресло перед моим компьютером, заткнуться, замкнуться и сидеть меня игнорировать, если у тебя справка, что у тебя медицинское состояние, я не против, Джокера смотрели, вот у человека карточка, извините, пожалуйста, и то, да, у него кондиция, все такое, он не ходил с напущенными щеками, что вы должны знать про мою кондицию, у него карточка была, где написано, извините, пожалуйста, вот он там не может остановиться, у него неконтролируемый смех, но он дает карточку, и люди могут прочитать, и там написано, верните, пожалуйста, эту карточку назад, по-моему, женщина не вернула ему эту карточку, там тоже такой момент, по-моему, не вернула, там проскакивает этот момент, вот, а тут человек пришел, замкнулся, да, и ты смотришь, что это за херня, соответственно, друзья, чтобы работало, нужно не просто там вот проникнуться той информацией, да, про биологическую задачу и про путь к полной гармонии, а нужно быть готовым делать вещи, вот как Роберт Киосаки говорил, что приходят люди, слушай, ну нет у меня денег, там нет инвестиций, там все, но научи, пожалуйста, пожалуйста, я все, что угодно буду делать, я, пожалуйста, ну вот у меня нет денег, я не могу тебе заплатить, но, пожалуйста, возьми меня в ученики, пожалуйста, научи инвестировать, тот говорит, все будешь делать, да, хорошо, сбрей усы, есть это, я читал «Квадрант денежного потока», я недавно в канал уже выкладывал книгу, вот именно вот эту вот такую книгу в таком издании я читал, и там это было написано, сбрей усы, и человек говорит «Как, в смысле, какое это имеет отношение?» Ну я тебе говорю, сбрей усы, но ведь это не имеет никакого отношения к инвестированию, финансированию и так далее, ну я тебе говорю, вот ты говоришь, что ты мне доверяешь, как бы ты мой ученик будешь, будешь делать все, что угодно, я тебе говорю, начать надо с того, чтобы ты сбрел усы, тот «Нет, ты какой-то неадекват» и уходит, понимаете, я все готов делать, я все буду делать, все, усы не сбрею, то есть ты бы меня научил быть миллиардером, да, но нет, мне вот усы дороже, ну ладно, я все сделаю, да, окей, все понятно, до свидания. Вот, точно так же, вот вы начали, поняли, прониклись там чем-то, а дальше вы должны быть готовы делать вещи. И вот наш Антон, фигурант, видео рассказ о неизвестном герое, да, на моем канале на ютубе, видео рассказ о неизвестном герое, вот, и он же, пожалуйста, в 22 года, в 22 года, 260 тысяч рублей зарплата, да, и он же уже в 23 года успешный семьянин, там, все нормально, с прекрасной девочкой, там, да, и все хорошо, вот, ну, то есть человек все, и теперь живет в шикарной квартире и все такое. Он в свое время сказал, я понял, как бы, ну, почувствовал, как бы поверил, ну, вот у меня ощущение возникло, что Торвальд редко ошибается, в основном говорит все нормально, ошибиться каждый может, но если я буду слушать других людей, они гораздо чаще ошибаются, поэтому лучше я буду слушать Торвальда все делать, и он там, если иногда ошибется, то потом все равно лучше все сделается, то есть в среднем я выигрываю сильно на длинной дистанции от того, что буду делать, как Торвальд говорит. И говорит, я, когда это хорошо прочувствовал, я понял, что лучше я буду сразу делать, как Торвальд говорит, если я сразу понимаю, почему, то отлично, если я могу в процессе что-то уточнить и прям хорошо понять, что я и почему, и зачем делаю, тоже отлично, иногда я не сразу пойму, почему и зачем, но, говорит, я понял, что лучше я прямо буду делать, вот сразу, вот говорит Торвальд, и он прямо взял себе за привычку. Когда-то тоже у нас был этот разговор про армию, ребята там не знали, мои товарищи, про вот это, что в армии, по-правильному, если ты хочешь ответить да, что действительно что-то так было, ты должен отвечать так точно, а если тебе действие сказали делать, и ты говоришь подтверждение, что ты будешь делать это действие, то нельзя отвечать так точно, ответ есть по уставу, уставной ответ есть, то есть был ли ты там так точно, а значит иди делай то, есть, и все, он запомнил, ему понравилось, и он прямо взял себе за привычку, я пишу ему, я говорю, так и так, тут вот есть вот такая информация, и целесообразно, значит, будет сделать вот так, стоит сделать вот так, и он говорит, есть, и все, то есть я знаю, что человек тупо пошел делать, тупо пошел делать, а я как бы, я и не приказываю, я не пытаюсь повелевать его жизнью, я не пытаюсь как бы, мы чисто добровольная кооперация хороших людей, просто мы как бы, просто ценим, уважаем друг друга, ребята, я в Москве еще жил, они приехали, поселились в хостеле рядом, как бы, просто попросили разрешения вот так же общаться и учиться, как бы, я говорю, да, без проблем, все, и я просто вот говорю, ребят, тут такая информация, все такое, вот, целесообразно сделать так, есть, как бы, и все, проходит несколько лет, человек пам-пам-пам, все умеет, на работе самое лучшее, начальство называет его легендарным, это продакт овнерша, как бы, которая его там, высокая начальница в том проекте, где он работает, выложила в общем чате его имя фиолетовыми сердечками, Антон, я могу найти где-то эту картинку, она есть сохраненная, ну, в общем, в нашем чате с ребятами, вот, понимаете, то есть вот так это все происходит, соответственно, человек должен быть мобилизирован, он должен быть готов делать вещи, делать их как надо, и поверьте мне, то, как вот Антон там это все делал, это еще не предел, потому что, как бы, это далеко от предела, потому что около года он в Москве протупил на одинаковой работке, там, не бегая, не ищая, не выискивая варианты, не стремясь побыстрее развиваться, и в спортзале тоже, когда он вроде был уже там уже привык, он потом, ну, как бы, вроде ясные мозги, я объяснял все нюансы, как страховать в разные годы, он в одном спортзале, в другом спортзале два раза чуть меня не прибил, ну, не в смысле, что сам меня бил, да, а в смысле я там делал штангу, да, кажется, оба раза штангу, и он один раз что-то там втыкнул, меня плохо подстраховал, другой раз плохо подстраховал, то есть вот есть там другой товарищ в нашем коллективе, он никогда не подводил, то есть он как-то, ну, не знаю, он себя не демонстрирует таким суперловким, но там вот не подводил на подстраховке, да, а вот, типа, самый ловкий подводил два раза, да, плюс и сам филонит, как бы, почти не ходит в спортзал, там, ну, и такое, как бы, я же говорю, там где-то год, там, вот, про втыкнул, то есть есть, есть где его обгонять, есть где обгонять, вот, соответственно, когда человек мобилизирован, когда он готов, ну, реально делать вещи, вот ему говорят, вот, целесообразно так, он, все круто, все отлично, вот, а теперь целесообразно так, а теперь вот человеку говорят, вот, как я одному сказал, что тебе нужно вызубрить таблицу умножения до состояния конченого робота, он, ага, я понял, как бы, попробовал, вроде бы ее выучил, через еще несколько дней попробовал, увидел, что начал сдавать позиции, начал что-то забывать в ней, и просто поплыл говном, как бы, и такой, ну, вот, что-то и не, ну, так попробовал еще раз ее получить, ну, вот, до состояния конченого робота не получается, и все, и забил, и забыл, и полгода уже прошло, человек ходит без таблицы умножения, пытается делать разные вещи, пытаются курс по программированию ему, и там, что-то там где-то поучить, ну, куда, то есть, ты таблицу умножения не знаешь, ты за скобками там, ну, короче, ты не сократишь выражение какое-то, ты просто не знаешь, на какие множители раскладываются, сейчас, через полгода после задания человеку про таблицу умножения, я сегодня слышал в тренажерном зале, как человеку объясняли и, в общем, подтверждали и настаивали, что 25% это одна четвертая, понимаете, ну, то есть, человек хочет задачи решать, будучи программистом, он хочет работать и, как бы, зарабатывать заработную плату, не кислую, да, но ему нужно доказывать, настаивать, что 25% это четверть, ну, блин, это очень печальный уровень, и вот люди просто, вот, они приезжают и остаются жидким говном, они не мобилизованы, они не готовы делать вещи, они только за благодатью приезжают, дай мне благодать, ну, понимаете, когда есть продуктивная команда, возникает синергия, то есть, вместе люди могут сделать гораздо больше, чем сумма того, что они по отдельности, каждый один, там, у себя где-то дома сделает, вот, а когда все приезжают забирать благодать одного человека, это его так не хватит, понимаете, это его так не хватит, вот, то есть, нужно, то есть, вот, получается, какие этапы, значит, с чего начать, я объяснил, проникнуться, вот, что биологическая задача так устроена, путь, значит, к полной гармонии, он вот такой, и что, значит, пока ты по нему движешься, тебе каждый день и каждый год будет становиться все лучше и лучше, ты будешь счастливее и счастливее, это надо понять, если ты этого не понял, если тебе как-то не верится, вот, значит, что-то не срослось в твоей голове и пока рано, вот, насиловать себя, пытаться, там, что-то к кому-то присоединяться, где ты не очень понял до конца, да, второй этап, это убедиться, что ты будешь делать вещи, ты прям будешь, сука, брать и делать их, прям вот делать вещи, тебе сказали сбрить усы, ты их, сука, сбриваешь, Тебе сказали таблицу умножения, ты, сука, ее вызубриваешь так, сука, чтобы охерял сам Торвальд. Потому что я, когда людям приводил в пример таблицу умножения, по-моему, я один раз сказал, что 7,8 или 6,8 и чуть-чуть запнулся. То есть на какую-то одну секунду я запнулся. А человек такой, все, без запинки, до 20 все числа, типа он знает, ну, на 1, на 2, на 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 9 и еще на 11, на 13, на 15, на 17 и на 19. Вот он там всю, вот так вот, таблицу умножения, просто пришел как конченый робот. Все, Торвальд, давай, что там, какие у тебя задания дальше? О, вот это разговор, вот это разговор, давай. То есть, друзья, если бы вы знали, сколько лет подряд я жду, что кто-то придет ко мне и скажет, учитель мою кунг-фу лучше, чем ваше. Ну, я в смысле не считаю себя каким-то напущенным важным учителем. Вот, я просто нормальный человек, который, ну, подучился, там, подразвился более-менее, ну, как бы, никакой не суперкрутой, да. Вот, но я жду, что начнут уже люди приходить и... Торвальд, ну, ты, допустим, в общих каких-то, ну, во многих вопросах хорош там в какой-то степени, да. Но вот я, типа, вот этим вопросом занимаюсь, я гораздо лучше, чем ты. Я гораздо лучше. Я могу, вот, допустим, у тебя там, Торвальд, есть представление про маркетинг, да. А я занимаюсь маркетингом, и я очень хорош в маркетинге. Я могу такие вещи сделать, ты просто обалдеешь. Я тебе покажу, ты сядешь на задницу. Скажи мне, какой продукт надо распространять, я тебе сделаю такой маркетинг, что ты никогда не сможешь даже приблизиться, да. Окей. Или человек приходит и говорит, Торвальд, ну, ты там вот просто там занимаешься как-то там в спортзале, да. Вот я тоже буду заниматься, но вот с таким рвением и с таким каким-то этим. Я там моложе тебя, как бы хорошо упитан, там нормально опитаюсь, да. И я вот раз-раз-раз полгода, и я результаты гораздо круче, чем ты показывал, да. Я выкладываюсь, я такие веса ворочу. Да хрена с два. Я такого не вижу. Я жду годами, чтобы вообще кто-то где-то что-то там пришел и наконец-то сказал Торвальд, я вот тут где-то что-то там лучше, чем ты, все-таки где-то что-то знаю, умею. Я сейчас даже не вспомню. Я не вспомню, что это было, где. Я в ужасе. То есть я что, умру и все хуже станет? Все развалится просто? Друзья, надо развиваться, надо учиться. Я же говорю, сказали сбрил усы. Сказали таблицу умножения, вызубрил ее. А дальше, понимаете, когда человек в таком состоянии, я начинаю что-то преподавать, и я говорю, допустим, вот этот момент важен. Вот его сейчас надо сесть и протренировать, размять. То есть я объясню, я все объяснил, весь принцип, все вопросы мне можно задавать. Но вот этот момент, как таблицу умножения, надо протренировать до состояния конченого робота, чтобы ты со всех сторон это помогал и любому объяснил. И человек окей, и все, приходит через два дня. Торвальд, у меня ушло тяжелых два дня, но я со всех сторон это понимаю. Кому угодно могу объяснить, могу YouTube-канал этому посвятить, могу просто записывать видео, рассказывать это детям, взрослым, кому угодно. Я тупо, я могу, я тебе, я преподам, я знаю, как это работает. Окей, окей. А теперь дальше продвигаемся. И хоп-хоп-хоп, все, выстроили человеку картину мира. Два дня на одно, два дня на другое. И он все, он хороший специалист в какой-то области, он реально догоняет какой-то механизм. Я его этому научил, этому научил. Он может помочь зарабатывать миллионы, он может помочь там выстроить какой-то проект важный и так далее, и так далее. Вот это важно. То есть второй этап, это вот эта вот мобилизация, вот эта вот суперготовность, да, что приехал, да, коллектив-то поможет. Но сначала ты должен показать, что ты действительно суперготов, что ты вот, как бы, да, это не какая-то секта, где тебе говорят, все, ты десятину засылай, собирайся, мы хороводы будем водить, называть друг друга братьями и сестрами, а ты денежку, денежку засылай. А квартира у тебя на кого записана, да? Как некоторые там рассказывают в Москве, там живут, квартира нормальная, а рядом какие-то сектанты. И вот там женщина, я помню, на Пикабу читал, развелась с мужем, стала жить одна. Ох, как они ее двери стали штурмовать. Ох, как они с ней постоянно поговорить о чем-то хотели. Вот. А потом у нее мужчина там все-таки завелся, и они как-то там, значит, тоже пришли, он им дверь открыл, там пару раз объяснил, все, их как ветром сдуло. То есть тут уже есть мужик, который там просто леща даст, да, пошли отсюда нахер. А так просто пытались вот окрутить женщину, да, там задурить ей голову и квартиру. Ну, в Москве там много миллионов стоит, там 20-25 миллионов квартира. Вот. Соответственно, ну, здесь такого нет, да, то есть тут человек должен показывать просто свою готовность, ну, всем делиться, посвящать свое время, цели, да, нуждам коллектива. Но при этом коллектив же подразумевает, что нужно сначала закрыть все твои проблемы, чтобы ты стал нормально себя чувствовать и зарабатывать больше, чем тебе, больше, чем у тебя потребности. Больше, чем, ну, денег, чтобы ты зарабатывал больше, чем закрытие твоих потребностей. Вот. И тогда ты становишься человеком, который накапливает финансовую подушку, и ты либо можешь участвовать в общих проектах, то есть, ну, у нас мощь в коллективе копится, у нас много денег, да, мы можем там, ух, всякие дела творить. Вот. Какие дела, это уже тема другого видео, да, тут речь же с чего начать, какие этапы. Вот. Либо человек может за эту финансовую подушку сделать паузу, выпасть, кушать свою финансовую подушку, быть полностью свободным в это время, да, и отлично учиться. Учиться, учиться мы его, ну, и как сам учиться где-то чему-то, и я буду учить, да, там чему-то. Вот. И, получается, ну, подробно рассказываю, да, но, получается, первое, это вот что, понять биологическую задачу, да, конечную цель, путь вот этот, понять, прочувствовать. Второе, значит, ну, по возможности соединяться территориально, да, вот, с сообществом и быть полностью мобилизированным, делать, сука, вчера то, что тебе сказали только что, да, вот, идеально отрабатывая до автоматизма, вот, все. Вот, как бы, здесь эффективнее, чем вон там. Там, здесь тебе сказали, что вот это делаешь и будет хорошо, но только давай быстрей, быстрей, сука, делай это и станет хорошо всем. Вот так вот надо. Значит, третье, коллектив очень быстро помогает человеку, если он вот так заряжен, все, он быстро учится, быстро все схватывает, быстро все делает, как надо, он быстро становится на ноги, у него становится все хорошо. И дальше отлично, то есть у него, как бы, есть свободные деньги, он себя чувствует вообще хорошо, купил еду, которую всегда хотел, купил одежду, которую всегда хотел, там, где-то может там позволить себе расслабиться, отдохнуть, при этом у него здоровый коллектив, который его ценит, уважает, он же также готовность показывает изо всех сил, да, что, пожалуйста, ребята, давайте только что, а коллектив, ну, смотрите, сначала надо зарабатывать много ресурсов, да, много ресурсов. Соответственно, как бы от того, что у человека там где-то есть там лишние 100 тысяч рублей, и он говорит, я готов участвовать в каких проектах, в каких-то проектах, ну, какие проекты, сразу от каждого взять по 100 тысяч рублей и построить что-то грандиозное, это мало. А как тогда? Ну, надо приумножать деньги, то есть надо там создавать какие-то бизнесы или там как-то инвестировать там в чужие бизнесы, ну, что-то такое, да, и получается, поначалу эти деньги просто надо в рост давать, чтобы они просто рожали еще больше денег, да, и вот у нас растет как бы еще больше денег, да, то есть, ну, в зависимости там от проектов, это может быть что-то такое, что надо именно в складчину сообща, могут быть какие-то проекты, где каждый может лично от себя там что-то вкладывать, и, ну, вот лично вот у него, у самого там на счету будет расти, да, ну, на счету, не на счету, ну, как бы возвращаться ему будет там с ростом, да, с добавкой, вот, ну, что-то такое. И все, то есть, а дальше уже этапы, ну, где забот мало, то есть, уже есть великолепные отношения, все стороны видят, что все заинтересованы, что здесь максимальный коммунизм, максимальная заинтересованность, максимально качественная коммуникация, и у всех растет денег, чем дальше, тем быстрее, вот, а дальше, да, дальше начинается уже мощь, то есть, нас-то сейчас вот с Гулькин нос там несколько человек, вот таких совсем правильных, убежденных, да, вот, и не все из них одинаково всю теорию в голове поняли и срастили, вот, но мы уже хороших успехов достигли, а если нас станет, ну, просто вот, 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 как бы чуть-чуть, но в три раза больше, чем сейчас, вот, у нас всем, совсем немножечко, но в три раза больше, чем сейчас, так, уже, как бы, скорость прироста, скорость притока, там, так вырастет столько, можно всяких проектов делать, столько всего, а когда в коллективе накопится много уже людей, понимаете, не каких-то, которые там просто учились вчера студентиками, были сейчас такие, вот, как жить жизнь, там, Торвальд, научи, там, научи, там, стать программистом, там, заработать денежку хорошую, да, а уже люди, которые, ну, больше будут присоединяться, которые, да, я там 15 лет в таком-то бизнесе, да, я там 20 лет такой-то специалист, ну, можно не 20, можно 7, да, человек говорит, мне 28, я там с 21 года, вот, 7 лет там в этом, и я очень хорошо соображаю, да, и вот, когда накопится какое-то количество специалистов, все, пойдут уже рожаться именно бизнесы, 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 и сообщества просто начнут пухнуть, как на дрожах, куча денег, там уже миллионы будут превращаться в миллиарды, и все, то есть, надо ли сейчас продолжать, вот, в этом видео, для этих вопросов, да, этапы становления человека от обычного до действительного члена государства, ну, действительным членом государства человек стал, когда понял вот эту вот общую идею, и показал свою максимальную мобилизированность, заинтересованность, но дальше, когда ему поправили дела, и у него уже все хорошо, конечно же, нужно искать максимально как-то свободное время, чтобы учиться, а учиться, я говорил, с чего надо начинать, обращение осуждений, вот точно так же, как-то, ну, логика обращения осуждений, это малюсенькая тема, это тема одного параграфа из учебника, это не три тома, это один параграф вообще, обращение осуждений, это элементарщина, просто, есть четыре вида, там, вот, высказываний приводятся, три обращаются, и надо просто круги Эллера нарисовать, надо понять, как это, надо осмыслить, как это, три обращаются, а четвертая нет, все, это надо запомнить и понять, ну, как бы, разработать, и все, всегда разговаривать об этом, всегда знать, всегда уметь объяснить, почему, да, потом, значит, силогизм по Аристотелю, там тоже, там, всего четыре формы бывает, и все, там, тут вывод строится, тут вывод не строится, все, да, после этого уже можно, там, на логических, на генераторе логических примеров, которые есть, там, у меня от сообщества в Дискорде, там, все, вот, может быть, я не помню, был ли он тут в канале государства в Телеграме, да, в нашем закрытом, там, может быть, там, стоит его где-то прикрепить, там, чтобы он был где-то, вот, но там есть посложнее, то есть, уже не классический силогизм по Аристотелю, а уже посложнее, то есть, высказывания, где больше сущностей, да, и, там, потренироваться, все, это огромный рывок вперед, огромный рывок вперед, когда уже вот так в голове чуть-чуть прояснилось, то научный материализм, 11 глава, сразу начинаем, работа с вопросами, то есть, что такое вопрос, как он устроен, какие пять вопросов нужно задавать незнакомому явлению или предмету, ну, о незнакомом явлении или о предмете, чтобы хорошо понять, что это такое, и потом, чтобы ты любому уже мог рассказать, что это такое, и человек был полностью удовлетворен, да, вот, а во вторую очередь, еще, как отвечать на вопросы по форме и по существу в конце, 11 главы научного материализма, это расписано, обязательно, каждый вот такой человек будущего должен уметь всегда, то есть, можно общаться в свободном режиме, как привык, там, как на кухне разговоры, но если говорят, стоп, вот, сейчас чуть-чуть не до того, ответь ровно на мой вопрос, все, это сразу означает, что по форме и по существу, и человек сразу, чик, дает ответ по форме и по существу, это же просто наркоманский кайф, когда тебе так отвечают, это беседа невероятно быстро прогрессирует, это настолько быстро можно все разобрать и все понять, то есть, собирается коллектив, и такие, ребята, сейчас спецрежим, не кухонные разговоры, а, значит, научная дискуссия, и отвечаем по форме и по существу, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, прогресс мгновенный, никаким корпорациям, ни с какими советами директоров, там, из Гарварда, где все директора, да, там, из Гарварда, никаким корпорациям не снилась такая эффективность, когда люди умеют правильно задавать вопрос, следя, чтобы утвердительная часть вопроса была действительной, да, чтобы они могли обосновать, что эта утвердительная часть, правда, является настоящей, да, вот, и ответы по форме и по существу, это просто невероятная продуктивность, то есть вот, пожалуйста, да, то есть обращение осуждений, таблицу умножения уже умеете, да, обращение осуждений, получается, силогизм по Аристотелю с усложненными примерами, с генераторологических примеров тренируетесь, да, и вот потом, господи, уже выпадает из головы, что я только что сказал, работа с вопросами обязательно, и это уже отличный, хороший задаток, после этого можно уже переходить ко второй части научного материализма и уже в информационном хламе, который в голове, разделить четкие, ясные категории. Что такое, ну, друзья, кто это слушает, напоминаю, значит, ну, а кто-то и не знал, на Ютубе не самая качественная версия вот этих объяснений. Когда я писал уже книгу «Научный материализм», там лучше я все объяснил и расписал. Я выделил все-таки действительный мир, а то у меня на Ютубе получилось, как у Ленина немножко запутано, что про тот мир, который настоящий и снаружи, и про его отражение в нашем сознании, вот как мы его неполноценно так представляем и видим, получилось как будто это одно и то же, как будто это одно и то же. А в книге уже все четко разделено. Есть вот этот мир снаружи, который как бы можно пощупать, вот, но то, что мы вот эти вот предметы, как мы смотрим на них и видим, это не точно правильная передача тех предметов. Это у нас только в сознании так выглядит, а там они на самом деле, ну, немножко другие, немножко не такие, ну, вот эти предметы. Вот, и надо разделять, что вот это вот, это у нас сформировался в сознании такой вот мир, да, как бы проекция того мира, кособокая, кривая, искаженная, да, а там есть, вот у меня разделено, то действительный, это реальный мир я назвал. Вот, термины выбираю как хочу, если кому-то не нравится термин реальный мир, назовите по-другому, но ситуация от этого не изменится, да, там есть вот тут то настоящее, а тут есть вот эта проекция, кривая, перекособоченная. Вот, то есть уже все, вы идете, ну, после той базы, которую я сказал, вы идете, значит, разделяете на ясные категории, там, действительный мир, реальный мир, реальный мир, значит, ну, у нас в голове не только есть реальный мир, у нас есть фантазии, там, абстракции, какие-то чистые идеи, которые не имеют визуального выражения, то есть абстракции очень высокого уровня. Когда я представляю себе, я вот смотрю на телевизор, я вижу телевизор, это в моем сознании, это тоже абстракция, на самом деле в моем мозге нейроны просто, просто вот мозг, да, просто мозг. А вот я, типа, ну, вижу, как бы, какой-то телевизор, это все виртуально, это абстрактно существует у меня в сознании, но это абстракция одного уровня абстракции. Как бы есть более высокий уровень абстракции, да, когда чистая идея, она уже, ну, там даже квадрат просто или прямоугольник, я могу думать про настоящий телевизор, а могу думать про прямоугольник, это более высокая степень абстракции, но она все еще визуализируется. А такая абстракция, как демократия, например, ну, можно представить себе каких-нибудь там революционеров из французской революции, но это вы людей представите, а не демократию, да, сама демократия – это чистая идея, справедливость, там, счастье. Вы можете представить себе какую-нибудь маму, которая ребенка там держит на руках, но это будет человек и человек, это не будет именно конкретно визуализация идеи счастья, да, то есть это совсем высокая степень абстракции. И вот у нас в мозге есть это, это, вот, а есть как бы реальный мир. А реальный мир мы разделяем на материю и пространство, и там объясняется, единственный ли это способ думать о реальном мире. Нет, не единственный. Кто-то скажет, нет никакого пространства, есть только материя. Окей, так тоже можно мыслить, но проблема просто в том, что все равно есть материя, которую можно пощупать или зарегистрировать приборами, увидеть свет, там, да, электромагнитные волны. А есть, когда все разгребешь, вот так откачаешь воздух, ну, там такая просто пустая чернота. Вот, ну, если это тоже материя, то окей, но это же не такая же материя, как песок, это другая материя, она другого вида, и надо, чтобы разговаривать обо всем эффективно, ну, нужно каким-то словом обозначить это. И каким словом, ну, я, например, предпочитаю обозначить это словом пространства. Вот, и у кого-то подгорает, типа, нет, слова нельзя употреблять пространство. Ну, сука, чтобы ты умер, употреби другой термин, но все равно это, ну, пусть это материя, и будет какое-то слово, которое означает этот вид материи, да, но все равно оно другое, оно не такое, как песок, как воздух, и не такое, как электромагнитные волны, да. Все равно это отдельно. Так я и просто и говорю, что надо разделить категории, что вот это отдельно, а вот это отдельно. Я просто, ну, решил называть это пространство, а, ну, ты можешь по-другому это называть, но оно есть, и оно отдельное, понимаете. Вот, когда ты раздвигаешь материю, там ничего не схлопывается из-за пустоты, оно все равно есть, вот можно кубический метр вот такого, как бы, вот такой пустоты сделать, как бы, и Вселенная не схлопывается при этом. То есть, что-то там есть, но оно не такое, как песок. Ну, вот, то есть, по вот этим всем категориям пробежаться, да, разделить все это ясно в голове, ну, и там идет общее объяснение про материю, там про частицы, поля, вот. И дальше объясняется, что, ну, там про время объясняется, про что-то еще там объясняется, ну, что-то там, ну, когда про поля, там идет объяснение про электромагнитные волны, про гравитацию. Пока в этом можно не забуриваться. Все-таки это уже ближе, там, ну, к научному представлению о мире, там, физика и все такое. То есть, когда вы дочитаетесь, там, до какой-то критики теории Эйнштейна, до какого-то принципа Гюйгенса Френеля, например, ну, вот, честное слово, можете туда не вчитываться. То есть, ну, хотя бы, вот, разделили сознание, что вот тут реальный мир, а тут абстракции фантазий и вообще чистые идеи, да, здесь у нас реальный мир, он состоит из пространства и материи, да, материя, там, из частиц и полей. Все, очень поверхностно представили себе, что такое частицы и поля. Все, дальше холодными зимними вечерами в кресле у камина под пледом мы сможем разговаривать, прояснять, уточнять, как там именно. Все, можете, просто можете это перепрыгнуть. Изучите про время. Это тоже не срочно и не строго обязательно. Ну, так можете ознакомиться. И очень важно после этого перейти все-таки, ну, как бы, когда вы уже поняли там про материю, пространство, там, все такое. Вот есть раздел знание, истина, факт. Значит, где там у нас, где-где-где. Так, часть вторая. Знание, истина, факт. Вот, можно даже пока пропустить знание и истину. Ну, там много информации, можно пока пропустить. Вот, честно, можно пропустить. Но факт, то есть, когда вы поняли про материю, вот реальный мир, материя, пространство, нужно понять про факт, что это материальное событие, что это вот, ну, когда какая-то материя изменилась, да. И когда вы хорошо поймете про факт, как материальное событие, ну, в моей терминологии, да, люди говорят научный факт постоянно. Там научный факт, что там у мухи, там, шесть лапок, например. Но это истина, это научная истина. Это просто утверждение, которое отражает какую-то действительность, вот, на самом деле существующую. Это правильно называть словом истина. Это научная истина, просто так не принято у людей. Словом факт сооперируют, как хотят. Факт – это материальное событие. Вот. Так вот, когда вы научитесь понимать факт, как материальное событие, что это вот произошло изменение какое-то. Вот был палец, да, вот я показываю, сейчас я тут сам себя не вижу, вот теперь вижу. Вот, палец показываю, и вот я его согнул. Вот произошло материальное событие. Это факт. Вот то, что вот я его согнул, неважно, было это зарегистрировано, не было это зарегистрировано кем-то, Но это произошло. Вот если мы знаем, что это произошло, то вот по своему характеру то, что произошло, вот в моей терминологии это факт. В моей терминологии это факт. У кого-то будет другая терминология. Так вот, когда вы научились понимать факт как материальное событие, вам нужно будет понять, как привыкнуть натаскаться в какой-то информации, в каких-то статьях, в каких-то новостях, отделять любые какие-то оценочные суждения от фактов. То есть вот факты. Вы читаете что-то и прямо представляете материальные изменения, которые произошли. Вот это будет гигантская веха, когда вы перестанете быть лохами. Когда написано, что какие-то террористы там напали, там где что, на какое-то здание, они там вошли, угрожали. Ага, представляем себе, там нескольких человек вошли в здание. Вот это понятно, как вот они вошли в здание. Они там угрожали оружием. Значит, ага, у них, ну, то, что было оружие, это не факт, это не изменение материальное, не событие материальное, да. Это, ну, просто состояние. Было у них такое, да. А то, что угрожали, то есть они как-то там направляли вот так вот на людей, там как-то сотрясали, там может быть, этим оружием. Если были выстрелы, о, это понятно, как нажимали на спусковой крючок, да, там бак, взрыв, там вылетала пуля, там возможно, ну, гильзы же, наверное, тоже вылетали. Вот, то есть тут понятно, это вы себе представляете. А когда там написано, это ужасно и это там самое какое-то невероятное, там что-то, вы читаете, просто фуфло, 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 оценочное осуждение, оценочное осуждение. Такого не было никогда и общественность не потерпит. Мы сделаем все необходимое. Вы читаете, просто фуфло, абсолютно жидкое говно, фуфло, фуфло, вообще неинтересно, вообще неинтересно. Что еще произошло? Ага, значит, после того, как на место прибыли полицейские, а, о, понятно, машины подъехали к зданию, возможно, даже из них не вышли люди, но скорее вышли, да. Смотрим, там полицейские, там тоже вошли в здание, какой-то спецназ, ага, значит, все-таки вышли из там какого-то фургона, там из машин и, значит, вошли тоже в здание, да. Ага, вот, там была проведена какая-то операция, тоже там стрельба, ну, понятно, перемещались вот там по зданию, вот так походили, там вот так постреляли, вот. И дальше говорят, что наши бравые там спецназовцы, это цвет нации там, это молодцы, они должны быть возвеличены, они, вы читаете, полное фуфло, полная херня, вообще херня, не вижу ничего, не слышу ничего, полное вообще, что это за говно, почему заняли столько места в статье, говно, 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 херня. Вот, смотрите, все, больше ничего не было, то есть вот эти люди вошли, там стреляли, там, ага, кто-то был ранен, а, значит, в его тело проникла пуля, вот, или был ранен ножом, ну, ладно, если пуля, огнестрел, все, проникла пуля в его тело, это понятно, как все, другие вошли, стреляли, значит, теперь уже в тела террористов проникли пули, да, все, они упали, умерли, умерли, это известно, как у человека билось сердце и, значит, он дышал, а теперь у него остановилось дыхание и остановилось сердцебиение, все, говорить, что зрачок перестал реагировать на свет, это неправильно, то есть, когда сердце, оно билось все время и перестало, это изменение, то есть, был процесс какой-то и перестал, вот, оно остановилось, дыхание постоянно было и остановилось, это понятное материальное изменение, А зрачок, мы не видели, что у него там на что реагировало. И чтобы увидеть, реагирует или не реагирует, надо проверить. Мы не проверяли, это предположение, что у него там зрачок перестал на что-то реагировать. Мы этого не видим, то есть дыхание вот оно остановилось. Когда говорится, что зрачок перестал реагировать на что-то, это говорится вообще в принципе. А вообще в принципе это не факт. Факт это конкретно. Вот это тело упало и у него вот прямо дыхание было и остановилось. Это понятное материальное изменение. Вот оно конкретно вот здесь у него произошло. И никто не подходил к нему, не трогал его глаза и кто-то говорит, ну вот у него зрачок перестал реагировать. Но это по природе своей предположения. И это не был процесс, что его зрачок все время реагировал на что-то и вот сейчас вот перестал. Это просто некий иной способ сказать, что если в будущем через минуту я подойду к нему и посвечу ему в глаз, зрачок не отреагирует. Это я называю, что он перестал. То есть слова оформлены так, как будто это материальное изменение, в то время как по факту они не описывают никакое материальное изменение, а описывают предположение насчет будущего. То есть вот просто до вот этого уровня, это неглубокий уровень, невысокий. Вот до такого уровня надо разобраться. Чтобы вы читали новости и говорили херня, херня, полная херня, полная херня. Вот тут кто-то открыл рот, пошевелил губами, сказал там что-то, он сказал, сказал. То есть вот он шевелил губами на трибуне. Что еще? Херня, херня, херня. А, так тут вся новость, что кто-то просто что-то сказал, забыли вообще. Не хочу даже фамилию его знать. Какая мне разница, кто что сказал. Мне, пожалуйста, новости давайте, где что-то произошло. Вот автобус с туристами перевернулся. О, интересно, вижу факты. И вот я же говорю, в этом плане полный кайф, когда читаешь историю Флоренции Маккиавелли. Да, Никола Маккиавелли. Вот когда книга «Государь», он там в основном только советы раздает. Там рекомендации рассказывает, как вещи в принципе устроены. А вот история Флоренции, он пересказывает кучу фактов. Эти пошли туда, взяли эти предметы, пошли туда, сделали то. О, это понятно. Это прям понятно. Когда человек, подытоживаю, когда человек проникся сначала вот этой всей биологической задачей, ее конечной целью и вот этим путем ее достижения, когда понял, что это все так работает. Когда он прочувствовал, что он действительно мобилизованный, готов, и он пытается изо всех сил территориально объединяться с людьми, с такими же, как он, чтобы максимально имущественно все классно делить друг с другом, и учиться эффективно, и вообще общаться вживую, больше информации передавать, вместе досуг проводить, чувствовать компанию, здоровый коллектив. Вот это все. Он показывает полную готовность, делает то, что требуется. Коллектив быстро его ставит на ноги. И он изо всех сил участвует во всех проектах, он знаниями, своим свободным временем, силами, деньгами вкладывается в быстрое развитие, чтобы мы быстро развивались. После этого, когда на такую стадию вышли, нужно тратить свое свободное время на вот это, изучая то, что я перечислил. И когда человек уже умеет обращение осуждений, умеет силогизм по Аристотелю и чуть-чуть сложнее, он умеет таблицу умножения, всякие проценты, и всякое разложение на множители и определение простых чисел, без проблем. Это базовая, простейшая арифметика какая-то. Он разделил, где реальный мир, где действительный мир, как пространство-материя, немножко про время. И он научился отделять факты от оценочных суждений. Это уже очень подготовленный человек, которого можно очень хорошо обучать профессиям. И он будет прямо продуктивен, он будет гораздо лучше среднего гражданина. На такого человека можно положиться. На таких людях вырастет очень здоровый коллектив, очень все будет здорово, очень все будет классно. То есть, если вот такие люди будут доходить до такой стадии и будут приходить и говорить, Торвальд, все круто, все, поехали. Вот какая-то новость, прочитал. Вот один факт, вот второй факт, остальное просто херня, фуфло, ничего не хочу слышать. И у нас был человек в Дискорде, который пытался вот натренироваться, чтобы различать вот это вот в новостях. И он говорит, пришел ко мне человек рассказывать про что-то, про выгодные вложения в крипту или там что-то такое. И говорит, я уже, ну как с деформацией типа профессиональной, да, ну не профессиональной на самом деле, а учебной или как это сказать, ученической деформацией. То есть, говорит, я вот в последние недели был заточен, все время искать факты. Человек, говорит, передо мной развернул речь, там, минут на 40-50. Он рассказывал, 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 говорит, и я понял, что в его речи нет ни единого факта. Я не нашел ни единого факта. То есть, он мне не привел, что вот там вот конкретно получилось вот так. Это именно, ну не просто заявление, да, а смотри, вот здесь, пожалуйста, вот так, вот так, вот здесь сделали так. И прогнозируемо, предсказуемо, видишь, вот так получилось. Вот здесь, там, вот здесь, там. То есть, человек не привел то, что есть, то, как было, то, как получалось, то, как получилось. То есть, а он рассказывал какие-то оценочные суждения про то, что модно, про то, что круто, про то, что какие-то тенденции, про какое-то предположение про будущее. Как будет, как скоро будет, что будет с биткоином, там, все такое, ля-ля-ля-ля. Это одна чистейшая херня. То есть, человек говорит, я просто с вот этим знанием, которое я, ну, как бы получил. То есть, вот я, я лично, я Торвальд, когда-то просто у Роберта Киосаки мельком прочитал, что богатый папа сказал, что надо разделять факты и мнения. Вот я годами думал об этом и вот дошел до этого состояния самостоятельно. Никто мне не помогал, да. А тут человека натаскивали неделями, да. И вот он натасканный, все послушал, говорит, я просто вот как бы профессионально оценил, насколько чистейшая херня была, вот это завлечение. И говорит, я, ну, просто никакого выбора не было вообще. Я просто, говорит, я, я прямо аж растекся улыбкой, вот насколько это чистейшая херня. Ну, и человека завернул, да. А так бы, говорит, я бы, наверное, повелся. Раньше, ну, я, я так, говорит, оценивал себя прежнего, я бы, наверное, повелся. Вот. Ну, в общем, когда дойдете до этого состояния, это уже очень круто. С такими людьми очень много хорошей каши можно заварить, друзья. Очень круто, можно много дел наделать и ресурсов мы много выработаем вместе. И это не так, что вы, типа, должны работать как пчелки и, типа, просто деньги отдавать на сторону или, типа, что-то, вообще ничего подобного. То есть, есть очень много вариантов. То есть, как вы можете учиться, развиваться. Опять же, можно, ну, вот, как бы, когда делаешь бизнес, и нужно же, чтобы кто-то ими управлял. Что, я, что ли, вы думаете, что я хочу, чтобы мы насоздавали бизнесов, и я был, типа, главный, ну, как, вот, хозяин и единственный директор и управленец всех бизнесов. Да я разорвусь, меня не хватит, друзья. То есть, нужны, нужна команда, нужны специалисты, люди должны расти, учиться, да, и они должны, ну, как бы, тоже вот вписываться в этот круг. Ну, и параллельно уже, это уже не касается этапов развития этого самого человека, а уже то, что касается этапов развития общества. Там мы еще и детей правильных выращиваем, да, и я поучаствую изо всех сил в их правильном воспитании и образовании. Ну, вот, будут супердети, которых нет ни у кого вообще, нигде и не было никогда. Вот, но, я же говорю, это не касается одного человека, это касается уже коллектива, общества, как бы, клана, так сказать. Вот, когда-то в танках я замутил свой клан, и получилось очень неплохо. А вот, друзья, как бы, объявление, да, мучу свой клан в реальной жизни. Давайте, запрыгивайте. Ну, вот, вот, собственно, ответ. Извините, что получилось так долго. Ну, в общем-то, я думал, больше двух часов, а всего лишь получилось час и пятьдесят, почти две минуты. Ну, вот, друзья, как бы, один вопрос, один ответ на час пятьдесят две. Прикидывайте, схема вся расписана. Можете, да, выписать себе, ну, короткую схему. План тут-то я, чтобы убедить, объяснить, подробно все расписал. А можете коротко именно план выписать и все, знать, значит, по каким шагам идти. И будет вам счастье, приходите, присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok